всем привет мои хорошие с вами и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео это конечно же будет мукпанк у нас здесь с вами ананасы огурчики помидорки маслины пюрешечка очень нежная мама добавляет в пюре немного молока и она получается вообще вау это получается бомб взрыв и дальше здесь у нас куриные печенка или как правильно она называется в общем пожаренное на масле и с лучком мне кажется это бомба и здесь у нас напиток ананасовый сок давайте начнем я даже не знаю с чего начать настолько голодная честно с утра просто три бутерброда с черным хлебом пюре очень нежно это просто находка мясо тоже хорошо пожаренное я не люблю когда мясо полусырое и например курица гриль покупаешь там внутри кровь меня это бесит много раз было такое что покупала курочку и она сырая внутри особенно это заметно в бедрышках поэтому я каждый раз иду право последние два раза я шла в право именно за курицей и оказалось что там ее нету каждый раз пробах хочу мукбанк снять с курицей гриль давно уже у нас с вами не было да и сама соскучилась вчера вот как раз за гриль хотела пойти мама еще составила список товаров которые нужно купить я подумала раз иду это все покупать чушь тогда не снять видео закупка продуктов на неделю еще кое-что докупила что нам нужно ближайшее время а сейчас думаю как назвать это видео закупка продуктов на неделю или на месяц то уж некоторые вещи мы купили как раз таки на месяц много вообще взяли много за неделю естественно все это не съедим а какие то вещи конкретно на неделю поэтому даже не знаю как чо так же я хочу вас предостеречь очень часто сталкиваюсь такой проблемой на мою страницу айка эмили пиар в инстаграме написала одна девушка и на этой странице обычно отвечает мой пиарщик то есть я работаю с пиар агентством я плачу им проценты от проданной рекламы это очень удобно так вот пишет девушка были парень и совсем поняла просит опубликовать в истории даже заплатную рекламу пост о том что одной женщине нужна помощь у нее ребенок двухмесячный и нечем кормить ребенка и ребенок настолько сильно плачет что скоро у него будет грыжа что мы даже готовы за деньги чтобы вы опубликовали оставили номер карты и все дела чтобы люди переводили им деньги мой пиарщик говорит о том что нету фотографий нету диагнозов вообще ничего нету просто какая-то фотография где просто написано что мне нужна помощь помогите и так далее когда он поинтересовался насчет того что кому нужна помощь не могли бы вы предоставить доказательства какие-то фотографии ребенка человек просто исчез и человек пишет что я тоже сначала не доверяла но потом я съездила и увидела что действительно эта девушка нуждается в деньгах потому что и нечем кормить ребенка я то понимаю что мои подписчики поверят мне на слово есть айка говорит видимо она уже проверила и пойдут переводить деньги откуда я знаю куда пойдут эти деньги а а если эти деньги пойдут просто мошенникам скорее всего это были как раз таки мошенники поэтому я подобные вещи не выставляю по идее мне не сложно от меня то что уйдет если я выложу я просто боюсь вылипнуть в какую-то историю непонятную с мошенниками и так далее это все-таки ответственность если например среди моих родственников не дай бог конечно среди папина друзей не знаю маминых подруг соседи не дай бог с кем-то такое произойдет и они попросят вы лучше я с удовольствием выложу помогу чем смогу но когда это непонятно куда непонятно кому как вы считаете ребята я правильно сделала нет напишите пожалуйста в комментариях и чтобы вы сделали в такой ситуации я слышала историю давно года четыре назад что один из блогеров она тоже так выставила и там была ее карточка потом ее обвинили в том что она занимается мошенничеством она собирается подписчиков деньги оперируя тем что это типа на лечение ребенку короче куча всяких проблем просто из-за того что человек выложил пост вкуснотища просто очень вкусно вы наверное опять начнете что ай как это сочетается это же не сочетается как можно ананас кушать чем-то соленым но я обожаю соленая и сладкая просто вау очень странный сон я типа во сне увидела ольгу бузова вечно мне снится что такое странное я отлично отношусь к творчеству ольги бузовой многие почему-то ее хейтят я не понимаю за что но что она делает у меня во сне я не знаю и давайте немножко поотвечаю на вопросы айка расскажи пожалуйста о том как женщинам на кавказе есть стереотипы о том что их принижают действительно ли это так и что ты думаешь об этом я бы вам не сказала что у нас здесь кто-то кого-то принижает унижают и так далее по крайней мере я не могу говорить обо всем кавказе потому что я везде не была но у нас в азербайджане нету такого что женщин как-то унижают обижают но если ты девушка и ты хочешь например работать директором магазина это будет непросто в большинстве случаев как я вижу в азербайджане правящие какие-то высокие позиции занимают мужчины не знаю почему но есть очень много женщин которые закончили универ и они сами не хотят работать хотят сидят сидеть дома чтобы мужчина их обеспечивала я живу в боку я не знаю ни одного своего знакомого который запрещает своей жене работать ни одного абсолютно может да где-то в деревнях это проскальзывает но в деревнях мужчины не хотят чтобы женщины работали на каких-то сложных работах например продавщица кассир и так далее мужчина понимает что ей будет тяжело 90 процентов девушек которые я знаю они работают возьмем к примеру моих подруг шелли работает фатя работает фатина мама замечательный педагог работает моя тетя работает в общем все вокруг работают здесь нету такого что кто-то обижает унижает наоборот есть такое уважение к девушкам к женщинам при девушках не ругаются матом не грубят не хамят уступают место в автобусе ты например стоишь ждешь лифт и впереди тебя например два парня потом зашла ты в подъезд и первый лифт который приедет они уступают тебе типа мы поедем на следующем если ты идешь сумками тебя обязательно помогут нету агрессивности есть доброта это круто то есть сказать что как-то принижают как-то обижают опять же наверно это зависит от семье есть наверно семьи где принято поднимать руку на женщину мне кажется это есть и в россии в украине везде везде есть мужчина которые бьют свою жену у нас сосед в деревне прям рядом он со всеми такой добрый такой милы чуть напьется все начинает распускать руки его жена уже наверно где-то 30 лет она это терпит если женщина это терпит значит ее все устраивает я думаю что большая строгость по отношению к женщинам есть все таки в дагестане и в чечне но в азербайджане нет такого нету а вот там как раз таки муж как сказал так она и будет и давайте последний кусочек это все лук лук я доедать не буду потому что не люблю обычно я одним лук вообще ну когда он в обжаренном виде с мясом как-то и незаметно его ем но просто взять такой кусок лука и засунуть в рот меня просто вырвет в общем ребята на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца если вам оно понравилось то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем желаю удачного дня всем пока